Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щековская Екатерина. Задали вообще классный вопрос, обожаю такие вопросы. Смотрите, когда мы с вами рисуем цветки, и рисуем мы их при помощи одного элемента, и этот элемент многократно раскладываем по кругу, то есть как здесь сделано. Когда же мы с вами приходим к замыканию данного цветочка, то получается так, что один элемент у нас полностью утонул. Видите? И сделать так, чтобы он стал ровненьким, чтобы все лепесточки между собой переплетались, достаточно сложно, потому что непонятно как. Как же на самом деле мы можем это сделать, и что нам для этого требуется? Здесь это обманка. Это не то, что вы действительно взяли все одинаковые лепестки и их сплели. Один из лепестков вам нужно обрезать. Вот именно за счет этого вы достигнете данного эффекта. То есть нам нужно, чтобы вот этот лепесток наложился сюда. Мы берем эти два лепестка. Я специально их отодвину, чтобы их было лучше видно. Разрезаем между собой при помощи инструмента панели обработка контуров разделение. Вот они у меня разрезались. Смотрите, видите? И теперь мне нужно, чтобы вот эти два стали единым. Вот, они встали. И теперь я их возвращаю на место. Соответственно, этот кусочек у меня ушел. А этот я сейчас переложу назад. Только мы ему сейчас свойства передадим правильное. Ну, что это у нас цветом не тем прокрасился? И за счет вот этой иллюзии вы можете добиться того, что вот они, лепестки, сплетены между собой. Вообще рекомендую всем попробовать и вот эту логику почувствовать, как происходит. Потому что в противном случае у вас всегда будет такой эффект. И как бы вы их не перекладывали, вы все равно не можете нижний на верхний положить. Здесь действует очень жесткая логика. Верхний и нижний между собой не скрепляются. И вот, чтобы эту логику обойти, нужно создать иллюзию. Ведь правда в этом цветке как бы полная иллюзия того, что он правильный. А то, что есть один элемент, который позволяет создать эту иллюзию, ну, об этом будете знать только вы. Желаю вам с этим успехом. Очень классная задачка на развитие логики и работы алгоритмов в Adobe Illustrator. Попробуйте сделать.